Я рисую прямоугольник. Смотрите, прямоугольник. Вот это будет голова, и от нее в разные стороны будут рога. Поэтому оставьте место на рога. Краски ложатся на чистый белый лист. И вот уже из простых геометрических фигур складывается силуэт животного. Яна Волокитина учит смешивать цвета, поправляет неровные линии. Вот уже несколько лет она учит рисовать учащихся школы «Надежда». Занятия приносят удивительные плоды, говорит педагог. Я пытаюсь вытащить все, что у них внутри, с помощью рисования. Я надеюсь, мне это удается. Вы можете посмотреть на стены у нас в коридоре. Они украшены работами наших детей. У нас есть постоянная выставка, которую тоже можно посмотреть. Мы очень много занимаемся разными поделками. Больше, конечно, рисованием. На уроках профильного труда я преподаю детям ландшафтный дизайн, знакомлю их с растениями. Рисовать любит каждый ребенок. На лист бумаги он выносит и таким образом раскрывает свой внутренний мир. Развивается фантазия, ассоциация, зрительное восприятие, логика. Получить из нескольких точек облако, а из окошка заснеженный домик помогает педагог. Для ребенка очень важен конечный результат. Например, ребенок, особенностью развития, ему нужно нарисовать тучку. Ему сложно представить, как это все выглядит. Ребенок рисует несколько точек, и Яна Валерьевна к этому добавляет тучку и объясняет ребенку, что ты нарисовал тучку. И таким образом происходит невероятное волшебство, когда ребенок видит, что происходит. Самое важное, когда ты учишь детей, чтобы это к чему-то приводило. Вот очень важно заниматься именно продуктивной деятельностью. Особое детство предполагает развитие особых навыков. Яна Валерьевна не только педагог. Будучи профессиональным архитектором, она уверена, кропотливость и неординарность этих детей – прекрасная основа для многих творческих профессий. Их умение сочетать цвета, составлять композиции на бумаге или из природных материалов дают уникальные результаты. Полина Бахова, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.